здравствуйте дорогие друзья что то есть здравствуйте сегодня мы вам покажем как работает глина вообще я не знаю что это такое это очень чудо материал такой чудо материал это уже колорова на валилку обычная размачиваем ее размачиваем такая вроде как уже не в чистом виде или как вы любили видеть это из-за творения красочки это и так далее а в итоге это типа песок с глини с глини скиса она нормально размешивается вот она уже как паста мы сюда добавляем немножко финиш не было старта не было старта любая акриловая можно фиг флорина можно один к одному не нет нет Вот сюда, да? Если вот такого количества, видишь, белого, тогда пока есть лицо. И теперь пишем. Думаю, здесь вот так, а тут планируем. Возьми толстый. Не дай мне еще больше. Можно длину предварительно просеять. Можно предварительно длину меньше просеять. Но если вы там будете делать такие грубые фактуры, типа фитора, типа подрешивку праздника, то можно оставлять даже все, вот такое, вот такое, сито такое, самодельное. Из канистры, вот, из канистры, видите, из канистры. Вылезли дно, на винты вставили сеточку, вот вам сито от ИРКОМа. Так, пожалуйста. Вот вам готовый наш материал, который мы будем сейчас сделать. Что мы будем делать, Олег? Ну ты хотел что-то показать? А. Вот сейчас, что ты мне там показать? Может только мы и включились, чтобы показать. Ну, можно еще раз вот тот материал, который мы говорили, взять несколько ситок. То есть, глина нам дает уже цвет. Да. Очень правильный, натуральный, такой песок натуральный. А нет, пляжный такой песочечкой, может быть. Или провинтином, да. Хорошо, провинтином. Да, вот мы добавим сюда один цвет. Не трогай, пожалуйста. Только не смешивать надо. В одно место добавляем. Вот в одну кучку. Делим сразу на три кучки. Делим сразу на три кучки. Делим сразу на этот материал, который надо замешивать на три кучки. Каждую кучку колорируем в разные цвета. Совсем. Это будет разрубочка. Каждая цвета делаем отдельными колорами. На стенке можете делать емкость. Но цвета сразу подбирайте, чтобы это были исходные, родственные, переходные цвета. Не контрастные. А так красивее лучше. И естественнее. Сейчас мы хотим сделать для первой кучки. Вот мы смешали один цвет. Делаем другой цвет. Второй цвет. Вам видно, да? Да. Вам очень хорошо видно. Берем. Берем. Берем этот цвет. Берем немножко беленького. Нет, я не понимаю. Берем основу, которую мы мешали. Этот давай сюда. Нет, может он сюда. Давай сюда. Нет. Чтобы лишнего ебало. А это что? Никуда он сюда? Да? Делал белочек. Ну, на лёгких солевых. Нет. Слава что? Вот будем взяли. Даже можем так сделать. Не хотелось мешать. Так. Сейчас немножко. Так. Хватит нормально. Веди. Сначала эту жилку. Ну, да. Можно даже так делать. Сначала такую зелёную жилку. Потом раз. А ещё лучше взять такую пошире. Пошире шпатель. И кусочками такими. Накладываем разного цвета. Через определённые промежутки. Такие полосочки. В разнобой. Не соблюдая их каких-то. Симметрий. Просто накладываем такие дорожки. Дорожки. Так. А теперь можно взять такую скардиолю. А теперь можно взять такую скардиолю. И вот протяжечка разноцветная такая. Ра. Раз. И вот вы как положили на скардиолю. Вот это не будет и как. Вот получается такая красота. Но мы сейчас ещё покажем до конца. Как это красиво выглядит. Сейчас. Это мы делаем только в протяжке. Можем это вообще чуть-чуть белого добавить. Ну конечно. А прям не может. Хоть и делать. Или кто-нибудь тебе положил его до конца. В протяжении пройдёт. Я думаю, надо будет ещё сделать. Ротленький и... Ротленький. И да, и бежевый. Хорошо. Повторяй. Может… А вроде все. Ух… Не конкретно є. Но здесь все всём очень raises. Ну смешав briefly. В общем, вот такой колорантик, даже не сильно до конца перемешиваем, просто оставляем такое полуперемешанное состояние. Я не понимаю, что если мы будем делать на стене, то вы можете сделать отдельно в емкости один цвет, другой цвет. И просто из емкости брать и накладывать на шпатель сразу, чтобы вы не мучались. То есть два вентра разноцветных и одно пустое для центрального смешанного цвета уже потом, когда будут выходить смешанные. Вот мы взяли тот какой основной. Вот получается. И вот она получается такая вот растянутая. Очень эффектная. Очень эффектная. Вот это нам при слойке, да? Да. Ставим слоем. Получается, да. Одним махом. Теперь снизу еще раз вот так. Отлично. Отлично. А вот. Теперь что мы делаем? Здесь он. Нет. Което здесь? Сейчас он? Нет. Което здесь. Что там? Нет. Нет. Слышь. Остально. Слышь пошла. Наши скотинил. все оставайтесь с нами окончание потом когда мы взяли порынку это туса нового материала который и добавляем него краситель коричневый получал очень интересный цвет зеленое золото все-таки бронзовый только бронзовый такой правильный наверно в одном деле лучше покажу это все-таки тот которым он малинка дошли еще валютнее тут олег управлялся это я пригласил сюда чтобы он попробовал наши новые материалы глину венецианская глина он вам показывал как мы делаем глины которые у нас доступны достаточно любой ручей любой нашли овражек потому что там на огороде кафнули там полтора-два метра вы найдете попробовать материалочек глину смешали ее посеяли смешали с водичкой потом смешали там акриловую любовь с поклевкой дизайнерская каратовская венецианская глинка и дальше мы взяли античный бархат то есть можно было бы и им делать фактуру но это у нас было бы дорого на производстве мы можем себе позволить такую роскошь что все с одного материала делаем но на практике мы делаем подложку где используется максимальное количество материала с модельной насы а потом раскрываем это всевозможным беломутром тогда это получается и эффект такое ощущение как будто он скрыт все сделано античным бархатом но под ним идет глинка в такой технике как там назовем капиловат ну вот торцы мяксочки феникика все и поехал то есть получается античный бархат чем он интересен что это с мраморным наполнителем может что-то могу вот это сделать конечно а может быть сейчас мочалочка или на мочалочке давайте не пронеси я разберу вот на мраморный наполнитель и с перламутровой краской краска у нас на свеет то есть практически это материал но тоже эко-кристалл только следа и мрамор ну и отколировали универсальную клинку ну и здесь универсальная клинка это у нас подвеска если возможно материалы ну есть у нас такая надежда ну не только надежда работая вот этим тогда они были уже в Польше у вас выпускает бою мы делаем на Польше с параллельным ребятам с каждым летательным зарублением я смогу что-то приобрести их уже будет ближе так сказать дальше мы выйдем на дальней зарублении чтобы перерасход у вас был не слишком большой потому что фактуру у Алекс сделал такую смелую то можно кисточкой кисточкой чтобы они понимали что они будут все это дело мочалки пускай возьмут кисточку нет это не кисточка это не кисточка в общем здесь есть еще вот вы положили материал кисточкой например был небольшой расход в общем да чтобы не был большой расход вот она попадает в ракушки и что тут интересно что Олег чтобы даже еще меньше материала был расход он не перетягивал его сразу а она грунтованная практически стену с красочкой и уже ложим материал да то есть основа грунтованная цвет вашего материала грунт и потом по этому грунту уже ложим просто в вашу рисунок островки или как вы хотите материал ну и что вот мы кисточкой рослись то есть минимальный расход а я забыл сказать что перед тем как мы это делали я проходил полировал патулки чтобы они были более гладкими чтобы сейчас вот это движение с пателем ходило гладко без скачков ну по идее это тоже то что мы поем там есть такая урок ахангельская кататурочка вот где-то там только тут гораздо меньше фактурка в песочке мы сейчас сделаем это не прекращайтесь оставайтесь с нами и далее будет валютный образец спасибо